Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись. Очень рада вас видеть в нашей студии. В этом году Ульяновская область начала реализацию нацпроектов. Очень-очень масштабная работа была проведена в разных отраслях жизни населения. Можно ли уже подвести какие-то, может быть, предварительные или уже окончательные итоги работы за 2019 год? Да, безусловно, конец года, и мы подводим итоги. Единственное, что по показателям вся статистика у нас будет только в следующем году, но тем не менее те результаты, которые уже достигнуты, мы о них можем говорить. И говоря о нацпроектах в целом, нужно понимать, что всё-таки это задача прорывного развития экономики всей нашей страны и Ульяновской области в частности. И в данной ситуации мы, конечно же, видим, что есть результаты, которые не видны для всех жителей. Та сторона, которая невовлечённым людям не видна. И, конечно же, у нас есть общество значимые результаты, которые видны всем гражданам. У нас по итогам 2019 года мы с уверенностью сейчас можем сказать, что первые результаты по той стороне медали, которая видна всей, конечно же, у нас есть. Не все ожидания у нас оправданы, это правда. Но есть моменты, где мы, несомненно, преуспели. Начну, например, с нацпроекта «Демография». Конечно, данный проект дал мощный импульс в развитии дошкольного образования у нас на территории региона. То есть в 2019 году запущены три новых современных детских сада. Два из них в городе Ульяновске, один в Барыше. И летом порядка 100 семей, проживающих в Засвиярском районе города Ульяновска, уже получили направление в новый детский сад. И уже начиная со следующего года, после того, как уже пройдут все работы по лицензированию, ещё более 600 семей начнут посещать детские сады, которые отвечают всем современным требованиям. Да, мы понимаем, что это совершенно другого уровня детские садики. Более 10 тысяч семей Ульяновской области ощутили на себя мероприятия нацпроекта «Демография», связанные с финансовой поддержкой семей при рождении или усыновлении первого ребёнка, рождении третьего ребёнка и последующих детей. То есть ежемесячно каждая семья получает порядка 10 тысяч рублей. То есть в нынешнее время это неплохое подспорье, и уже идёт обратная связь о таких положительных откликах по данному нацпроекту. Касательно сферы здравоохранения, можно говорить сейчас о промежуточных итогах, поскольку результаты сами нацпроекта здравоохранения, они предусматривают положительный эффект спустя некоторое время. То есть понятно, что за один год какого-то кардинального изменения, улучшения ситуации мы не увидели, но тем не менее у нас есть уже о чём говорить. О чём говорить, да, то есть вот задел такой определённый на последующие годы. У нас завершено сейчас строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов в разных уголках области. И я думаю, что многие уже знают в регионе, это и в посёлок Миловойного, Ульяновска, и Майнский район, село Загоскино, да, то есть это отдалённые наши уголочки. То есть что это даёт? Более трёх тысяч сельских жителей смогут получить услуги первичной медико-санитарной помощи, не выезжая за пределы населённого пункта своего. Также у нас проведён ремонт детских поликлиник в городе Ульяновский, в шести районах области. Это Николаевский, Радищевский, Инзинский район, Корсунский, Майнский, Теренгульский. Ну, чтобы дети у нас смогли получать медицинскую помощь в современных условиях. Мы выполнили стратегическую задачу по закупке нескольких сотен позиций медицинского оборудования для диагностирования лечения онкозаболеваний, для диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний. Мы здесь понимаем, что смертность от этих заболеваний очень часто связана с тем, что нет ранней диагностики. И это такая наболевшая проблема у нас в стране. К сожалению, это так. То есть закуплены и новые аппараты УЗИ, и рентгены, и лазерные ножи, и компьютерные томографы, это аппараты искусственной вентиляции лёгких. То есть мы понимаем, что мгновенного такого эффекта от этого оборудования не получить, но совершенно уверены, что такие текущие инвестиции, они кардинально изменят ситуацию в сфере здравоохранения в ближайшем будущем уже. Я хотела бы затрагивать социальный блок, раз мы начали уже этот вопрос, упомянуть о двух школах, которые мы построили в этом году. Одна в Засвиярском районе, другая в Ленинском районе города Ульяновска. Ну то есть обе школы, они расположены у нас в новых спальных кварталах города, и уже через пару недель смогут принять в общей сумме более тысячи учеников за свои парты. И потребность в этом есть, мы это понимаем. Хотела бы, наверное, отметить, что по уровню данной школы, они будут аналогичны той школе, которая в Юго-Западе. Да, 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 губернаторские лицеи. Я думаю, что, конечно, многим понравится учиться деткам в таких прекрасных школах. Еще, конечно, жители нового города тоже ждут открытия школы, где тоже строится. Да, 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 конечно, там ведется строительство. Но мы говорим сейчас про итоги, то, что сделано у нас на текущий момент. Молодежь постарше, да и не только молодежь, у нас проживающие в селе Архангельское Чертоклинского района, в селе Средний Сантимир Новомолоклинского района, со следующего года смогут посещать новые дома культуры, которые построены в рамках нацпроекта «Культура». И здесь, конечно, это мы видим совершенно новый подход. Вообще, нацпроект «Культура», нужно сказать, один из самых ярких в этом году. Я действительно отмечала несколько раз даже на наших внутренних совещаниях, что изменились подходы. И, например, совершенно новым подходом к образу библиотек сейчас представляют собой новые модельные библиотеки. Мы знаем, что у нас открылись буквально две в городе Ульяновске, четыре в районах. Это Новоспасский, Николаевский, Чердоклинский, Меликесские районы. Ну, то есть это любая книга, цифрованная в общем каталоге книг, доступна любому жителю. То есть то, что раньше казалось, нужно ехать куда-то в Санкт-Петербург, в Москву. То есть сейчас доступна в любой точке. И это является, по сути, цифровым прорывом. Но и в то же время в области культуры это, конечно, большое расширение возможностей для любого человека. Ну, что интересно, в учреждении культуры закупается новое оборудование, насколько я знаю. И вот даже библиотеки получили новые сканеры, которые как раз вот оцифровывают. Да, то есть это совсем другой подход вообще к ощущению, что такое библиотека. То есть мы сейчас видим, что в библиотеках можно и заниматься, там и компьютеры стоят. И даже поиграть в игры. И поиграть, да-да-да. Ну, то есть у нас в этом случае есть прорыв даже. Я бы назвала этот проект прорывом года. Хотелось бы несколько слов сказать про, что касается формирования комфортной городской среды, комфортной просто среды для жизни. У нас здесь есть чем гордиться. Это правда. То есть у нас проект «Жилье и городская среда». Более 20 тысяч жителей области получили обустроенные дворы. То есть 82 двора у нас в этом году получили новую жизнь. И нужно сказать, что за последние три года, пока реализуется проект, это уже цифра 338 дворов. То есть это такое количество. То ли еще будет. То ли еще будет. Но в любом случае маленькими шажочками, но уже что-то начинают результаты быть видны. Это важно. И это новые тротуары, это новые современные детские площадки, освещение. То есть как то, что мы говорим, тот комфортный образ жизни, который достоин каждой гражданины. Ну и самое главное, конечно, дороги. Потому что в этом году сами жители уже начали говорить, что они на самом деле видят изменения. Ехать стало намного приятнее, ям меньше. То есть вот это вот замечают на самом деле. То есть нацпроект уже другой немножко. Да, это нацпроект «Безопасные и качественные дороги». И здесь я согласна с этой темой. Здесь проведены у нас работы на 50 участках протяженностью 110 километров. Но мероприятия нацпроекта не заканчиваются. И мы, конечно, планируем наращивать темпы ремонтных работ, привести в нормативное состояние 85% дорожной сети всей ульяновской агломерации. То есть вот как мы это называем. Ну вот здесь, говоря про нацпроект «Безопасные и качественные дороги», мне бы хотелось сказать, что у нас целью данного проекта является снижение смертности на дорогах, а не ремонт дорог. Ну то есть вот просто чтобы для понимания жителей и вот в нашем разговоре. И здесь, конечно, безопасность, она зависит от каждого из нас. К сожалению, у нас вот несмотря на все принятые меры, которые мы реализовали, смертность граждан в результате ДТП показателя мы не достигаем. Этот риск мы уже видели, начиная где-то с конца августа, и про него говорили. То есть у нас по последним данным о ГИБДД 168 человек погибло на дорогах. При показателе значительно меньшем 159. Поэтому здесь есть над чем стремиться, куда стремиться, над чем работать, какие новые, нужны еще превентивные мероприятия для того, чтобы действительно нам снизить смертность на дорогах. Ну и, конечно, всем нам больше такого сознательного подхода к сбережению своих собственных жизней. И у нас, например, в рамках нацпроекта, этого же «Безопасные качественные дороги», есть мероприятие по организации просвещения. Мы строим в школах детские автогородки, и нужно сказать, что вот это мероприятие, оно дало свой результат. То есть у нас детская смертность снизилась на 8% в этом году. То есть вот получается у нас родители, которые имеют детей, которые вот они понимают, как себя вести на дорогах, действительно вот результат вот он налицо. Что вот интересно, я знаю, что несколько школ Ульяновска стали пилотными площадками, где родители сами выходят на дороги в качестве вот инспекторов и следят за безопасностью дорожного движения. Тоже очень интересный случай. Поэтому здесь вот есть свои нюансы. Но мне бы хотелось вернуться еще к нацпроекту «Жилье и городская среда», потому что не только дворовые территории, благоустроенные 18 общественных территорий в городе Ульяновске, Димитровграде, Сенгелеевском, Инзинских районах, куда сможет попасть каждый желающий. И мне бы хотелось здесь сказать статистику за три года, уже 57 общественных пространств отремонтированы, реновированы, некоторые созданы заново. Там, где были просто пустыри, мы это видим, например, в городе Баруше, там, где была раньше свалка и пустырь, сейчас прекрасный парк. То есть, да, понятно, он молодой, там еще растения должны подрасти, но тем не менее большой популярностью требуют эти места, они востребованы. И мы сейчас видим, какой положительный отклик идет от жителей. Мы очень рады, что всем нравится, что это вообще востребовано и действительно реализовано хорошо. Чуть меньше сотни жителей, благодаря нацпроекту, про этот же проект говорю, смогли получить новое жилье и покинуть аварийные дома. Это тоже очень такой сложный вопрос. Сейчас, конечно, мы смотрим в будущее, как максимально быстро и как максимально большими темпами расселять аварийное жилье, которое у нас есть. Но тем не менее в этом году вот такой результат у нас есть. Несколько бы слов хотелось сказать про мусорную реформу, которая стартовала в 2019 году. Все про нее уже знают, она нашумевшая не только в Ульяновской области, но больше, наверное, в других регионах нашей страны. И на территории у нас запущено 4 мусоросортировочных комплекса. То есть в настоящее время мы можем честно сказать, что мы добились того, что больше у нас мусор не скапливается на свалках, а перерабатывается и утилизируется. И, конечно, это заслуга нацпроекта «Экология». То есть это вот реальный результат, который в этом году у нас есть. Хотелось бы несколько слов еще сказать о других нацпроектах. У нас неплохие результаты, которые мы добились в пакете нацпроектов, направленные на экономический рост региона. Развивается фермерское хозяйство. И я думаю, что очень большое информационное идет освещение данного нацпроекта. И я только отмечу, что 32 фермера на конкурсной основе оказаны материальной поддержкой в виде гранта. Это агро-стартапы. На общую сумму более 75 миллионов рублей. И, конечно, на селе. На селе это большая помощь для тех, кто занимается фермерством. Конечно, возможность нанять. Во-первых, это организация рабочих мест. Только порядка 50 рабочих мест уже появилось. Не менее 50. И, конечно, это и возможность закупать и технику, и то оборудование, которое необходимо для развития. Что касается малого-среднего предпринимательства. У нас в настоящий момент идет реконструкция Димитроградского автоагрегатного завода, на которых базируется индустриальный парк «Мастер». То есть новые площади, которые будут даваться предприятиям, и сейчас уже даются предприятиям на льготных условиях, позволяют развить промышленность, обеспечить как раз в эту область рабочими местами. Проект у нас двухлетний. И уже в конце следующего года мы сможем по достоинству оценить вклад данного нацпроекта в экономическое развитие региона. Потому что предполагается, что порядка 50 новых предприятий могут разместиться на данной площадке. И уже сейчас 8 резидентов мы имеем. Это и новые стартапы, это и предприятия, которые разместились, детские игрушки есть предприятия, лакокрасочные. То есть это разного направления предприятия. Но тем не менее, то, что этот проект зажил, и этот проект реально получит очень большой эффект, мы в это не сомневаемся. Ну и, соответственно, рабочие места для димитровградцев. Конечно, да, 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 конечно. И это как раз все те общественно-политические, общественно-значимые проекты, реализации, которые в этом году видны. Но есть и те достижения, которые не видны общественности, но привносят значительный вклад в развитие нашего общества. Мне бы хотелось немножко сказать про это. Я говорю в первую очередь о повсеместном внедрении проектного управления в органы государственной власти. Это такой большой шаг, реально большой шаг для нас. И если раньше у нас проблемы все решались долго, проходили множество бюрократических процедур, то в настоящее время, благодаря проектному управлению, мы уже сейчас видим результаты. И даже вот результаты, как мы администрировали проекты, национальные проекты, благодаря проектному управлению, мы видим совершенно другие результаты, другой уровень принятия управленческих решений, контроля. И у нас сокращается время, то есть главное сократить время на принятие решений, то есть на какие-то вот эти издержки, да, бюрократические. Это важно. То есть выстраиваются у нас новые горизонтальные связи, которые на прежнем уровне работы власти были совершенно недоступны. Это правда. И мы на этом не собираемся останавливаться. Я хотела бы вот здесь сказать про акцент, который сейчас очень важный. И этот год, он явился здесь переломным в аспекте межведомственного взаимодействия. То есть если раньше некая была парадигма такая, контролер проверяемый, то в этом году при реализации нацпроектов у нас создана межведомственная рабочая группа правительства Ульяновской области с федеральными контролирующими структурами. Ну то есть здесь речь идет и о прокуратуре, и ФСБ, и МВД, и счетная палата. Ну все заинтересованные. И целью которой является оперативное управление, выявление вот этой превентивной работы, ну то есть реакция на возникающие риски, по сути дела, не наказать, когда уже все случилось, а предотвратить это на то или иное нарушение при реализации проекта. Я считаю, что это действительно прорыв, который дает шанс нам по-другому, совершенно по-другому в будущем увидеть сами органы государственной власти и взаимодействие как внутри. Ну и здесь, конечно, нельзя сказать, не сказать, я бы даже сказала, про взаимодействие власти с населением. Мы для себя видим совершенно новую задачу. И если вы слышали, есть такой проект Центр управления регионом. Да, вот как раз мой следующий вопрос вы немножко затронули. Много было слов сказано в этом году про Центр управления регионом, но не все ульяновцы понимают, что это за структура, что она из себя представляет и какие проблемы она будет решать. Расскажите поподробнее, простыми словами, чтобы все поняли, вот в чем плюсы данной, вот новой структуры. Ну, фактически у нас, я постараюсь действительно очень простым языком сказать, что по сути эта система, она призвана решать абсолютно пригладные задачи. Если мы когда говорим про нацпроекты, мы говорим про некое строительство школ, детсадов и такие инфраструктурно затратные проекты, то на самом деле жителей чаще всего волнуют совершенно простые вопросы. То есть сломанный козырек в подъезде, немытый подъезд, сосульки на крышах, то есть что нужно сделать, чтобы отремонтировать рядом дорогу, как записаться к врачу очень быстро, да, оперативно, это порядок на дороге, в конце концов, да, это какие-то записи в школы, там, своевременное прибытие автобуса, да, чтобы он остановился на остановке, уборка мусора, ну, то есть вот такие, я бы сказала, даже бытовые наши текущие вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вот центр управления региона, это как раз тот орган, который должен выстроить систему быстрой обратной связи с жителями, мало того, что выстроить и понять, какие проблемы волнуют в тот или иной момент жителей и давать им оперативную обратную связь, еще и внутри отраслях выстроить систему решения этих проблем в короткие сроки. Потому что сейчас мы что видим? Ситуацию, ну, там у нас есть, конечно, служба обращения граждан по 59-му федеральному закону, когда ты можешь написать, тебе ответят что-то, да, через месяц. Но вот сейчас идет смена парадигмы, по крайней мере, то те текущие вопросы, которые волнуют граждан, должны решаться. Ну, мы для себя ставим целью пока хотя бы 14-дневный срок взять, а потом, конечно, это должно быть сокращаться. 10 дней, 5 дней, то есть проблемы должны решаться оперативно. И такой опыт есть, и в нашей стране это есть, и, мне кажется, сейчас как раз цифровые технологии, про которые все много говорят, вот они как раз должны встать на службу, да, решения тех вопросов, которые волнуют каждого человека, каждый день, ну, в тех или иных вопросах. То есть это центр, который позволит аккумулировать в одной точке абсолютно все проблемы сообщения, жалобы людей. И главное, мне кажется, что здесь ульяновцы смогут увидеть всех чиновников в лицо, за которые, за те проблемы, которые они пишут, которые они отвечают. Это первое. И центр управления региона, конечно, будет помогать изменить кардинально эту ситуацию. Понятно, что мы не надеемся, что будет какой-то там вот эффект в первый год, но если не начать заниматься этой работой, постепенно, конечно, ну, то есть ее и не решить, да, то есть мы полагаем, что как раз эту парадигму можно перевернуть благодаря этим технологиям. И это будет выглядеть в виде мобильного приложения в телефоне, это будет сайт, где люди могут обратиться. Мы предварительно думаем, что это будет называться платформа «Решаем вместе», основная идея, которая заключается в том, что совместными усилиями мы решаем все вопросы в городе, в регионе, на селе вместе. Ну, будет удобный формат, потому что сейчас основная платформа это соцсети, конечно, и через соцсети все проблемы, ну, опять же, довольно-таки долгий процесс, пока, например, та же власть, чиновники какие-то определенные профильные узнают о проблеме, то есть долгое время пройдет. в том-то и дело, что у нас сейчас ситуация заключается в том, что, чтобы, например, у человека там прибрали около подъезда, он пишет чиновнику, тот другой, то есть, потом он получает третий чиновник, потом четвертый чиновник, и вот эта бюрократическая цепочка бесконечная, пока, в конце концов, это обращение не попадет в управляющую компанию, и, наконец-то, не выйдет тот дворник, который должен решить этот вопрос. То есть, здесь и задача как раз сократить вот эти издержки, оптимизировать эти процессы, чтобы мгновенная была доставка жалобы, или там того же сообщения, что нужно решить, и максимально решить эти вопросы в короткие сроки. Вот, Центр управления регионов ставит перед собой такие задачи, конечно, Сергей Иванович Морозов очень жестко и требовательно относятся к данному проекту, потому что, ну, мы действительно видим, что многие вопросы, либо они не всегда доходят до нас в той форме, в которой, в достоверной информации, да, когда мы приезжаем на места и видим совсем другой отклик от граждан, конечно, мы не можем ничего не делать, видя это, и видим, что вот Центр управления регионом поможет решить этот вопрос. Есть ли какие-то временные рамки вот создания вот этой мобильной платформы, может быть, то есть, например, вторая половина, двадцатого, первая половина, то есть, есть какие-то уже наработки примерные? Да, у нас есть наработки, что в следующем году у нас организационные вопросы, я думаю, мы к весне завершим, ну, то есть, это и ряд процедур, которые необходимо пройти по закону для того, чтобы запустить это приложение, чтобы нам его организовать, и по дорожной карте мы предполагаем, что с весны у нас начнется работать это приложение. Приложение, конечно, не начнет работать сразу по всем темам, то есть, это там сначала 50 тематик, и потом каждый месяц темы будут увеличиваться. И, конечно, там через полтора года мы планируем, что там по всем 648 вопросов, ну, то есть, то, что мы сейчас для себя планируем, любой житель может обратиться к нам и получить ответ. Спасибо большое, тогда будем следить за развитием событий и обязательно расскажем. Спасибо большое, что пришли сегодня, поздравляю вас с Новым годом, всего самого хорошего и, самое главное, успехов в Новом году. я в свою очередь тоже желаю всем жителям Ульяновской области прекрасного следующего года, здоровья, счастья, успехов и, на самом деле, верить в себя и что у нас все получится. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие зрители, наша передача подходит к концу, увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин